Это был совсем другой хоккей. После сокрушительного поражения на Саровском льду наша команда отправилась с ответным визитом в Лысково. О том, что ребята приехали за победой, стало понятно после первых минут матча. Саровские хоккеисты взяли инициативу в свои руки и уже в первом периоде вели 0-2. Торпеда удалось забросить одну шайбу в ворота противника. Однако Саров переломил ход игры в свою пользу и закончил период со счётом 1-3. Времени насладиться победой практически не было. Счёт по играм 1-1, а впереди реванш. За выход в финал команды боролись уже на нашем льду. Первый период был напряжённым. Саров снова взял инициативу в свои руки. Период закончили со счётом 1-0 в нашу пользу. Мы, наверное, просто не успели восстановиться. Саровская команда, все школьники, все молодцы, мальчишки, все такие спортивные, бегут, упираются. Ну, у нас столько школьников. Несколько здесь. И нам тяжело, конечно, с профессионалами здесь тягаться. На первой минуте второго периода шайбу в ворота противника забросил Константин Поляков. В третьем периоде торпеды отыграться не смогли. Гости пропустили сразу четыре шайбы. Игра заканчивалась с разгромным счётом 6-0. Однако буквально на последних секундах Лыскова попадает в наши ворота. Финальный счёт матча 6-1. Очень приятно вообще. То есть сегодня, наверное, одна из самых лучших. Ну, на 23 февраля вот была игра. Там было средь недели и тоже было порядка, наверное, 600 человек. Ну вот я хотел, конечно, сказать огромное спасибо, что пришли поддержать и также наш институт. Я слышал, приходил даже первый курс, там даже третий, по-моему, приходил курс поддерживать нас. Спасибо вам большое, наши болельщики. Теперь Сарова предстоит встретиться с чемпионом прошлого года – командой «Старт» из Таншаева. Финальная игра чемпионата пройдёт на нашем льду уже в следующую субботу. Прямую трансляцию матча вы можете посмотреть на нашем канале, а также в группах в социальных сетях. Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.